Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Приветствую вас из вод Индийского океана вблизи прекрасного острова Мейеру с пустынным пляжем. То есть это самое оно для любителей спокойного отдыха. А хочу вам немножко рассказать о водном мире Мальдивы. Ну Мальдивы, как вы уже знаете, это самое крупное коралловое государство мира. Оно расположено на 26 атоллах и 1192 коралловых островах. То есть полностью на коралловых рифах. И вот я вот сейчас только что достал из со дна 2 разных коралла. Один еще свежий, видите, вот еще он мягенький, еще не успел застыть. А второй уже окостеневший. Что такое кораллы? Это, по сути дела, скелеты застывшие, полипов морских, которые растут, а потом скостенеют, застывают и образуют коралловые рифы. Растут они очень медленно, в среднем 1 сантиметр в год. Поэтому на образование кораллового рифа уходит столетия, уходит. А на образование кораллового острова уходит тысячелетия. Чем хороши Мальдивы для кораллов? Благоприятные условия для роста коралла. Потому что для жизни кораллов требуется несколько условий. Это тепло, теплая вода, чистая вода и много света солнечного. То есть она должна быть еще и прозрачной, эта вода. Они растут в среднем на глубине от 6 до 5 до 20 метров. Это их основная страта такая, где они растут. И вот для них это все очень важно. И здесь все это наблюдается. Здесь постоянная температура, как я вам уже говорил. 28 градусов температура воды постоянно круглый год. Температура воздуха в среднем 30 градусов круглый год ровно держится. Вода здесь чистейшая, экология потрясающая чистая. Обратите внимание, какая прозрачная вода. Здесь просто приятно находиться и плавать в этой воде. Ну согласитесь, в чистой воде приятно плавать. Причем в грязной. И поэтому они здесь и растут. Ну не только здесь, ясно, что они растут и возле Южной Америки, везде в сутропиках, тропиках. Это места обитания кораллов. Здесь рай для любителей подводного плавания. Потому что здесь, по оценкам ученых, порядка 270 видов кораллов. Различнейших цветов. И поэтому, конечно, красота. Занырнуть и понаблюдать за этим. Тем более в этих зарослях коралловых живут более тысячи видов различных рыб. Дайвинг здесь потрясающий. Что здесь было интересного еще? Здесь в 1998 году произошел эффект Эль-Ниньо. Так называемый скачок температуры воды на 5 градусов вверх. И кораллы прекратили расти. И возобновили свой рост только после того, как эффект Эль-Ниньо исчез аж в 2004 году. Только после этого они начали там откладывать свои яйца и выпускать спермы. Я, честно говоря, не сдал, что они сперму выпускают. Но оказывается, это вот так. Пускаю их на волю. А сам вам расскажу, как я служил на флоте. И как там полипы лепляют и присасываются к днищу корабля. И каждый год корабль заходит в док на навигационный ремонт. Военный корабль. Он зашел, а эти полипы, они такие, как слизь. Здесь просто облеплен корабль. И они очень сильно влияют на скорость корабля. Они замедляют скорость корабля. Там вот такой слой полипа вот этой слизи. Всем морякам выдаются скребки. Весь экипаж начинает этими скребками срезать этих полипов. Они прям как слизь падают. Только ляп-ляп-ляп падают. Почему все сразу это делают? Потому что в буквальном смысле слова. Через полсуток они затвердевают. Они становятся прям каменными. Ну и известняк. И после этого их уже начинают срезать болгарками. Если не успели счистить. Полипы это основа коралловая. Которые затвердели и превратились в скелеты. Вот такой вот рассказ вам. Про водный мир Мальдив. Ну я пошел нырять. Всем рокерам привет. Играйте чисто стильную музыку. Зарабатывайте деньги. И проезжайте отдыхать на Мальдивы. Всем пока. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Ивана без цензуры. Расскажет рокер Валащу.